Сергей, насколько сейчас популярен тренд фабрики кухни и все-таки кто его пока использует больше, федералы или регионалы? Ну, тренд фабрики кухни он задан уже давно, но сама ситуация связана с пандемией, говорит о том, что необходимо централизовать производство, чтобы выдавать качественную еду для покупателей. Почему это важно? Потому что на текущий момент идет, скажем так, отток персонала. К сожалению, персонал не всегда является квалифицированным и достаточно затратным бы их обучать постоянно и конкурировать за вот этот людской ресурс, за человеческий ресурс на рынке труда. Соответственно, централизация позволит создать центр компетенций в виде фабрики кухни, где будут вынесены все основные технологические производственные процессы для управления себестоимостью, для снижения себестоимости выпускаемой продукции, для увеличения маржинальности и для стандартизации качества, что крайне важно в текущий момент при работе в розничном бизнесе. Что касается второго вопроса по поводу регионалов и федералов, но и те, и те, и федеральные компании, и региональные компании, фабрики кухни идут. У ряда федеральных компаний эти центральные производства уже существуют, их количество будет расти. Это, безусловно, тренд. Сейчас мы только находимся в начале пути. Ну а что касается региональных компаний, они были всегда, это их конкурентные преимущества. Единственное, потому что они были не такие большие, не такие инновационные, но надеюсь, что в ближайшее время там позволит изменить эту ситуацию с точки зрения усиления своих конкурентных преимуществ. Какие ошибки вот с вашего, скажем так, экспертного уже среза вы можете дать? Какие ошибки допускают сети при запуске и подготовке фабрики кухни? Вот можно какой-то чек-лист такой выявить, чтобы на что обратить внимание, когда сеть готовится к запуску такого производства? Ошибок действительно немало бывает при запуске фабрики кухни, начиная там с того, как бы что неправильно считаются деньги, неправильно считаются инвестиции при запуске производства. Также одно из важных таких главных ошибок это неправильный выбор помещения под производство, потому что очень много факторов влияющих на ток, чтобы производство запустить. В первую очередь факторы касаемые инженерии, там как бы очень важно иметь профессиональные коммуникации, связанные с канализацией, с водой, с электричеством. Ряд предприятий работают на газу, соответственно крайне важно подобрать такое помещение, которое соответствовало всем этим параметрам, ну или по крайней мере найти какой-то баланс, потому что найти помещение действительно трудно. А строить все с нуля, тем более в нынешних условиях, это очень большие затраты, это мало кто себе может позволить. Поэтому вот ошибка номер раз, это по выбору помещения. Ошибка номер два, это при выборе оборудования уходить как бы в сторону снижения стоимости. То есть вопрос тут не в стоимости надо рассматривать, вопрос в задачах. Какие задачи должно решить это оборудование. И это оборудование еще работает в постоянном режиме, то есть фабрика кухни – это режим работы практически круглосуточный, оборудование должно выдерживать режим кубartей работы. Ну и квалификация персонала, то есть команда, которая как бы запускает фабрика кухни и начинает запускать должна быть высоко квалифицирована, чтобы понимать, что они делают, как они будут, на какую перспективу это делается, этот проект запускается. И крайне важно, чтобы эта команда была технологически и профессионально подкована. Если взять срез, допустим, последнее время, то что сейчас в тренде в плане из блюд? То есть запрос на что, на приготовление чего чаще всего поступает к вам? В тренде пекарни, которые продолжают развиваться активно, при этом смещается тренд на ремесленные хлеба. То есть покупатель хочет покупать продукцию более здоровую, хлеб должен отвечать своим потребительским свойствам, более здоровое питание, с обогащенными витаминами, бездрожжевой, сейчас эко-биодобавки, зож. Это то, как бы, что в клейпеченниках на текущий момент является очень важным трендом. Безусловно, развивается мясо в кулинарном направлении, в первую очередь, при производстве и продаже полуфабрикатов для приготовления дома. Мы говорим про шашлычную группу, про котлеты, грудцы, пельмени, блины, это все, что находится в росте на текущий момент. Ну и, как бы, то, что непосредственно, третий такой блок, это то, что делается непосредственно в магазине, это пицца, суши, гриль, это то, как бы, что покупается глазами, это то, что интересно покупателю, то, зачем они идут в магазин, то, что привлекает запах, атмосфера, там, да, и то, что покупатель готов съесть прямо сейчас, ну, или, как бы, взять с собой, там, да, как бы, съесть дома. Вы уже упомянули тренд на ЗОЖ, а вот что касается использования консервантов, как сейчас с этим дела обстоят, есть ли запрос от покупателей или от ритейлеров делать именно еду более, скажем, здоровой, без консервантов, и кто это уже делает? Это очень мощный тренд, тренд на ЗОЖ, тренд на отсутствие, там, или минимальное использование, там, улучшителей, там, химических добавок в продукты, потому что, в принципе, там, тренд на здоровое питание на короткие сроки продукта, он, и спрос на него, там, он, безусловно, высокий. Вы же упомянули, что есть интерес к здоровому питанию, а что касается использования консервантов, как сейчас, какие запросы на эту тему есть от ритейлера и от потребителя? Ну, я бы разделил ЗОЖ, как таковой, от здорового питания, потому что ЗОЖ – это достаточно жесткий формат питания, и это больше, собственно говоря, к диетологам, там, да, как бы, это больше, там, к врачам, как бы, и на текущий момент, это не сдача ритейлера, я бы сказал, сдача ритейлера – это обеспечить более, ну, дать более интересный продукт, где будет минимальное количество химии, там, да, и каких-то, каких-то ингредиентов. Могу на примере ремесленного хлеба об этом сказать, потому что касается ремесленного хлеба, ремесленный хлеб – это, в первую очередь, технология, это использование заквасок, это использование отложенного холода и неиспользование улучшителя, как таковы. Поэтому хлеб, он проходит холодную расстойку, он делится бестрессовым способом, он выпекается в подовые печи, что дает корочку, что дает вкус, что дает мяки, что дает технология, там, да, вот этот спрос вот на такие здоровые хлеба, на здоровые продукты – это, как, один из примеров тех продуктов, которые потребители, как бы, спрашивают. Вот еще такой момент, что раньше продукты, собственно, производства, все-таки это было больше, ну, чаще можно было встретить в супермаркетах, гипермаркетах, в крупных форматах, сейчас уже есть в магазинах у дома. Вот насколько сильно этот тренд развивается и развивается ли он где-то кроме Москвы? Безусловно, он развивается и федеральная компания, как бы, дает импульс для этого развития, но в формате у дома мы понимаем, что в таком маленьком формате невозможно организовать производство полного цикла, поэтому, вот, на примере такого федерального игрока, как, в принципе, от этого группы и формата «пятерочка», это допекание мелкоштучки, там, да, мелкоштучки изделий, как бы, выпечки, это действительно работает, это привлекает покупателей, как бы, это создает трафик для покупателей, то, что востребовано, потому что люди всегда хотели покупать горячий, свежий хлеб, технология замороженных изделий, там, да, правильно замороженные изделия, потом допекание позволяет, при правильной организации технологий позволяет дать достаточно качественный продукт на выходе, что, собственно говоря, у «пятерочки» хорошо получается, и они действительно зачинатели этого проекта, сейчас по этим стопам пойдут и другие операторы. Но, из завершения, хотелось бы такой еще момент уточнить, вот, помимо оффлайн-ритейлеров, мы сейчас наблюдаем развитие в этом направлении онлайн, также, допустим, там, «Яндекс.Лавка» довольно быстро выстрелила, она себе построила новую фабрику-кухню, как, по-вашему, кто пойдет в паровоз впереди по этой вот всей деятельности? Это вообще очень интересная тема, потому что будущее за доставкой, будущее за интернет-ритейлерами, это делают уже ленты, это делает эксперт-ритейл-групп, но очень мощно, как бы, сейчас это делает «Озон», это делает «Яндекс.Лавка». Дело в том, как бы, что, в отличие от ритейлеров, они обладают колоссальной базой информации, там, да, по каждому из нас, они знают лучше меня, куда я хожу, чем питаюсь, чем питаются мои дети, где же я покупаю, в какие рестораны хожу, и обладают информацией, обладают информацией они практически о каждом, они могут по определенной локации сказать, там, да, насколько будет перспективно открытие фабрики-кухни, как бы, в этом месте. Для того, чтобы обеспечить продукцию готовой едой, непосредственно в каком-то районе, тогда, ну, большая часть жителей, как бы, этого района. И, соответственно, не неся издержек, связанные с оффлайн-обслуживанием, так бы, они могут закрыть тему доставки, закрыть тему достаточно хорошо, как бы, правильно, потому что они решают и умеют решать еще проблемы, так называемые проблемы последней мили. И, соответственно, я считаю, что в ближайшие 3-5 лет развернется очень мощная борьба, там, за покупателя, как бы, в которую включены будут и крупнейшие ритейлеры, которые развивают доставку, там, да, и интернет-ритейлеры. Ну, в какой-то степени в этом даже будут участвовать рестораторы, там, да, как бы, которые тоже, как бы, развивают свою доставку и хотят, чтобы их качественный продукт тоже был у покупателей. Поэтому будет интересная борьба, там, будет изменение рынка в ближайшие 3-5 лет. Ну, 3-5 лет не такой большой срок, так что дождемся, посмотрим. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Спасибо. Спасибо.